Какое-то тело сейчас стоит у вас, но не стоит. Давите вверх. Сейчас стоит, давите вверх. Стоит. Осталось дать стельку, которая у вас не будет травмировать стопу. И поделайте дома это тазовое упражнение. Используйте вот эти упражнения, которые в ходьбе применяются. Мышцы, которые укрепляют поясницу. Когда мы делаем движение вперед, сверху вниз все поясничные позвонки включаются. То есть первое положение тела держите за спину. И держите 20 секунд. Для 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Потом назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И так далее. Опять. Раз, два, три, четыре. Таких движений нужно сделать на одну сторону, штук пять, восемь. Чтобы все напряглось. А под стопу надо будет стельку поставить, чтобы она вас не травмировала. А вы мне сейчас делаете что-то? Сейчас давно. Нет. А у вас, получается, были уже какие-то, которые вам надоели, получается? Стельки вот эти или как они? Не подходят ничего, говорят. А вам как с ними? Никак. Я вот поэтому хожу по врачам. Бегаю, можно сказать. А это индивидуально или в ортопедических салонах? Нет, это ортопедические. А я это после операции делала вне стелька. Угу. Они не подходят. Метели другие. Угу. Что за процеду было? У меня очень высокий свод. И с возрастом, я так понимаю, что нога просила и пасты. Пяточные шпоры. Пасты была? Пасты такая бывает. Пасты. Я уже сейчас и дома и в стельке, и в стельке, и на каблуке. Я хочу, чтобы я скромчий шпильчик оставить оставить. У меня тут находит так легче. Вот не болит у меня так это, наверное, странно. Ну, приподняли вам орку свода, но не с опинатор сделали, а подняли купол. Просто купол. В итоге у вас нога подвесилась, пятка встала в вертикальное положение и разгрузились пальцы. Это, можно сказать, имитация плантарной фасции. То есть она слабая, вместо нее встала вот такая конструкция. Пальцы свободные. То есть при ходьбе они будут загребать. Появится имитация биомеханики движения. Потом она насчет этого будет тренироваться. Вот. И в итоге у вас нога приподнимется. Вы стельку перестанете чувствовать вообще. Только такой фирмен. Да, у нее постоянно носить на путь, да? Да, постоянно. И дома, и на улице, и везде. Когда она перестанет ощущаться, будем менять вот эти вот супинаторы. Вот. В следующий раз придете, если опять по тесту вы говорите, у вас все крепкое. Здесь крепкое, например. Вы скажете, а все равно, что-то еще побаливает. Надо бы локально все это отработать. Тут же еще рубец есть от операции. То есть эти вещи нужно добить, доделать. И потом уже локально со стопой, если она не пройдет, поработать и все. Стелька даст именно возможность сходить. И ваша нервная система будет перестраиваться под этот новый шаг. Когда она адаптируется к ней, не перестаньте чувствовать стельку совсем. То есть она имитирует здоровую ногу. Ваш организм быстро это вспомнит, как это было нормально. И перестроится. Чем чаще вы ходите на степь, тем быстрее результат увидите. Если проблема давнишняя, то это не завтра произойдет. Поэтому на босиком выходить. Надо делать, чтобы напряжение пошло. То есть вы поднимаете ногу. И здесь чувствуете, мышцы вот тут напряглись. Если они у вас не напряглись, значит слишком низко вы поставите. Надо поднять то напряжение. Вот здесь напряжение. И вы держите. И вот чувствуете, что вот тут пошло, тут пошло, тут. Подержали секунд 20. Ну, скажем, затряслась нога. Все, дальше перешли. Держим здесь. И другие мышцы включились. Но это все для поясницы. И вот здесь держите. Потом чувствуете, она затряслась. Ушли назад. И вот тут спина она пригласит. Вот должно быть ощущение, что раз, жжали здесь мышцы. Вот стоите. Постояли, постояли, постояли. И заново опять. Раз. Опять затряслась вверх. Здесь выше пояса лучше поднимать. Постепенно вы увидите, что вам легче это делать. С одной и с другой стороны. Но поделом так вы походите, смотрим, как будто легче стало. Каз приподнялся. Тогда все правильно. Поделали вот так. Неделю, две. Там каждый день или через день. Тогда можно будет усиливать ногу. Посерьезнее упражнения давать. Сейчас пока вот это делаете. Вы сейчас в декабре появитесь, покажете мне. Да, посложнее что-нибудь. Можете в сторону отводить тоже. Раз, два, три. Отсюда в сторону. И вот тут это вот потренировать. Держать. Можно отсюда. Раз. Развернули. Ну, это, наверное, сложно будет. И вы. Это посложнее. Вот это вот все для того, чтобы это все включалось. Но это медленно делаем, не резко. Чтобы не было перегрузки. Один раз, три. Он нравится. По очищению смотрите. Это же изометрическая нагрузка. Можно делать несколько раз в день. Вот. И когда эта изометрия у вас будет включаться, они сухожилия и связки, они будут укрепляться сильнее. И в итоге, значит, этого движения будет более проще делать. Легкость появится. А потом, если почувствуете себя так бодрее, можно уже что-то там приседать. По лесенке подниматься, кому проще. А сиска здесь будет как такой фундамент, который не будет давать ноги свалиться.